Всем привет! Смотрите, что у меня есть. Огромный пакет. Нет, это пакетичи. Огромный пакетич, внутри которого лежит просто огромная неподъемная коробка, доверху забитая просто всевозможными блестящими штучками. Это косметика бренда 7 Days серия Shine Bombita. И я решила сегодня ее протестировать, потому что очень многие из вас хотели, чтобы я протестировала эту косметику. Что ж, давайте вместе с вами распакуем вот эту коробочку, посмотрим, какая косметика здесь есть и, конечно же, оценим ее качество. Стоит ли она своих денег и насколько она хороша или нет. Обязательно в комментариях к этому видео напишите, какую еще косметику вы бы хотели, чтобы я проверила, потому что я проверяю только ту косметику, которая интересна вам. Поэтому я жду ваших комментов. А еще смотрите плейлист с моими проверками косметики, потому что я уже снимала много чего. В самом начале хочу показать вам вот такое вот средство. Это мерцающий кокосовый скраб. Так, давайте хотя бы посмотрим. Хватит меня спамить! Почему я села и меня спамят? Что вам нужно? Человек, который написал мне 6 сообщений за секунду, смайлики присылает. Нет, я вам должна показать это, потому что это прекрасно. Просто, да, смайлик с дядькой написан Алиса. Ну, замечательно. Ты знаешь, что я сейчас сделаю? Я прямо сейчас снимаю видео. И знаешь, что ты сделала? Ты заспамила меня этими смайликами. Знаешь, что я сделала? Я показала их в своем видео. Когда ты просто ведешь себя как дебил со своими друзьями, потому что тебе не нужно строить. Пах, смекиться перед ними. Короче, этот скраб, который просто сломал меня мозг секунду назад, пахнет... Он пахнет кремом, который находится в Рафаэлло. Вот этот вот кокосовый крем. Вот именно так пахнет этот скраб. И я не знаю, если вы любите кокос, вы просто сойдете с ума. Это что-то невероятное. И он весь в блестяшечках, в сияшечках. Понятно, что я никак сейчас вам это не продемонстрирую. Максим, что я могу сделать, показать вам, что лежит там. Кокосовая стружка. Вместе с какими-то пропитками и глиттерами. Но это вся информация, которую я могу вам дать. Больше никакую не дам. Теперь давайте достанем что-нибудь косметическое, что можно намазать уже на свое лицо. Первое, что я вытащила, вот такой вот кушон. Выглядит он в лучших традициях корейского кушона. И я надеюсь, что по качеству он тоже будет очень высоким. Не пойму, чем пахнет. Пахнет чем... Это похоже на кальян. Я люблю кальян, но это все-таки не кальян. Это что-то такое, знаете, типа лесные ягоды, какой-то... Это микс непонятных ягод, очень приятно пахнет. А, подождите, я вижу тут еще одно средство. Ладно, к этому кальянному мы вернемся чуть-чуть позднее. Это вот такая вот палетка корректоров, которая, кстати говоря, была и в моем бьюти-боксе. Ну или есть в моем бьюти-боксе, если на момент выхода этого видео он еще не распродан. Значит, в этой палетке корректоров есть три средства. Зеленое, лиловое и бежевое. Смотрите, каждое средство для чего создано. Зеленый цвет скрывает покраснение, фиолетовый маскирует желтизну, а бежевый скрывает круги под глазами. И я сегодня предлагаю попробовать именно бежевый цвет, потому что у меня есть как раз-таки синяки некоторые под глазами. И прям при помощи кисти нанесу себе под глаза вот этот вот желтый корректор. Корректор сейчас, конечно же, выглядит слишком белым, и это абсолютно нормально, потому что после корректора мы с вами наносим тон. И теперь я возвращаюсь как раз-таки к этому кушону и тестирую его. Что пока для меня кажется немного странным, это то, что внутри он не похож на привычный кушон, и там достаточно густым слоем, без губки, налито тональное средство. Давайте посмотрим, что это за такая штука, потому что такого еще не видела. По моим ощущениям, он просто идеально перекроет все неровности кожи и все возможные косяки, тип расширенных пор, покраснения, потому что он действительно очень плотный. Это определенно плюс этого тона, и то, что мне еще понравилось, то, что он достаточно равномерно распределяется и не оставляет проплешин. Это тоже очень здорово. К слову о моих фаворитах. Помните мой магазин на Marketplace беру.ру? Так вот, еще больше моей любимой косметики вы сможете найти именно там. Ссылочку на этот мой магазин я оставлю вам в описании. Очень многие из вас спрашивают, почему же цены в моем магазине гораздо ниже, чем цены где-то в другом месте. Это что, что-то не так с этим магазином? Нет, ребята, это все как раз-таки очень даже так. Так, дело в том, что вы используете мой личный магазин и мой промокод. И так как я отвечаю за эту косметику, я, во-первых, естественно, не буду вам подсовывать что-то неправильное, во-вторых, я могу позволить вам какие-то более лояльные цены, как в случае с моим бьюти-боксом. Подмигиваю. Так что я оставляю вам ссылочку на мой магазин в описании. Пользуйтесь моим промокодом, который выглядит вот так вот. Лиса 5 в одно слово. И покупайте себе классные подарки к Новому году за хорошие цены. Там вы найдете только ту косметику, которую я использую сама лично, и только ту, которую я очень сильно люблю. Marketplace.ru.ru Ну и если вы просто покопаетесь на этом сайте, вы найдете для себя там просто офигеть какое количество всевозможных классных штук за очень хорошие приемлемые цены. А теперь я продолжаю делать макияж. Сейчас мы будем с вами приступать к самому интересному, потому что у нас с вами все идет по нарастающей. Здесь огромное количество очень блестящей, красивой косметики, и я признаюсь, я просто не знаю, что делать, с чего начинать. Но давайте попробуем протестировать, например, вот этот вот иллюминайзер в розовом оттенке. Мне кажется, будет очень топовый. Или взять сиреневый, тоже будет топовый. Я не знаю, сиреневый или розовый, кого выбрать. Ладно, я выберу розовый под цвет моей майки. Очень, кстати, похожий, поэтому возьму его. Прям буду наносить сюда. Это очень ненавязчивое, деликатное розовое сияние, которое, правда, создает эффект сияющей, глянцевой кожи. Посмотрите поближе на мое лицо. Вы это видите? Этот иллюминайзер перекрыл все какие-то недостатки кожи. То есть обычно такие средства только подчеркивают всевозможные расширенные поры и прочее, а этот все сгладил. И получается эффект такого прям лютого фотошопа. Блин, это клевое средство! У меня тут еще было сиреневое и голубое. Конечно, на лице я все протестировать сейчас не смогу, но я хочу попробовать теперь их все на руке. А синий очень ядреный, смотрите. А синий прям серебро. Обалдеть! Когда-нибудь, наверное, сюда, если намазать, будет очень топово. Смотрите, охренеть! Вообще максимально! Я думала, синий будет иметь синий блеск, а он имеет именно такую морозную искринку. Морозная искринка, что? Это прям охренительно круто выглядит. Вообще, вы видите? Ох, такая красота! Интересно, сиреневый какой будет. Обалдеть! А-а-а! Боже мой! А этот уохромный сиреневый оттенок. Я даже не знаю, как у меня больше из трех нравится. Ну, очевидно, что серебристый и сиреневый для повседневного макияжа не подойдут, поэтому их, наверное, есть смысл использовать как более какие-то такие средства на вечер, на выход, на мероприятие, на фоточке. А вот розовый, который я взяла, он прям вот на everyday очень клево был бы. Ну, вот что мне сказать? Что сказать на это? Посмотрите, какие красивые глиттеры. Давайте вот этот попробуем. Как он будет вообще на руке выглядеть? О-о-о! Офигеть! Вы вообще это видите? Это же просто чума какая-то нереальная. Очень круто. А синий вот этот вот соседний? Блин, ребят, ну я не знаю, что вам сказать, кроме того, что это охренеть, как круто. Очень красиво. Свой макияж я начну делать вот этим вот оттенком. Я сейчас покрою им все мое верхнее и нижнее веко. Теперь добавлю вот этот вот более темный сиреневый в середину верхнего века. Я хочу показать вам реально простой макияж, который вы сможете запросто повторить. И если вы будете повторять и вдруг отметите меня еще в своем инстаграме, в сторис или в профиле, куда вы будете выкладывать подобный макияж, я вас буду себе репостить. У тебя у самого целая куча мисочек по всему дому стоит. Почему ты ко мне приходишь и вечно лезешь в мою кружку? А еще, знаете, просто минутка автопа про моего кота. Он постоянно ко мне приходит, и я постоянно глушу кофе. И что вы думаете он делает? Он приходит ко мне, начинает нюхать кофе мой. И как бы обычно он тоже так делает. Но вчера я сидела и пила кофе, и он полностью залез в мою чашку, и я слышу вот этот звук. И до меня дошло, что мой кот пьет кофе. Я, естественно, забрала от него чашку, посмотрела на него, а он сидит и вот такой вот весь просто в кофе у него лицо. Что это за безобразие? Ебил, бенгальский кот, что вы творите, уважаемый мой? Вот эта вот кошка совсем пафосная. Совсем уже с ума, скажи, да? Она очень-очень-очень пафосная. Настолько пафосная, что делает вид, что меня не замечает. Понимаете, да? Просто уровень кота. Кот. Теперь я хочу продолжить этот макияж вот такими вот жидкими тенями. Зацените. Там внутри очень-очень-очень-очень много блестяшек. Я прям хочу сейчас по нижнему веку и по верхнему в центр пройтись вот этим вот гелем. И надеюсь, это не спортит мой макияж. Сейчас вы увидите, зачем я это делаю, потому что это, наверное, на данный момент выглядит немножко странно. Вот так вот прям полностью выходим. Я дождалась, чтобы мои тени высохли, и теперь я буду брать вот это вот. Просто смотрите внимательно, что сейчас произойдет. Вы испытаете отвал башки, потому что каюсь, это средство я уже тестировала, но на руке. Сейчас я буду тестировать его на лице, и это будет... Прямо из этой штуки наношу его себе немного сюда. И теперь внимание. Вы видите, да, вообще, что происходит? Огромное количество блесточек, звездочек, луны просто у меня на лице. Охрененно, да. Если бы я делала просто при помощи вот таких вот отдельных штучек, которые можно купить в разных магазинах консулярских, типа глиттерные, я бы, конечно, офигелась это клеить на клей для ресниц. А тут просто в комплекте ты получаешь вот это, за 2 секунды делаешь совершенно что-то нереально со своим лицом. И это безумно красиво выглядит. Боже мой, насколько это красиво. Я вообще в шоке, я просто сломалась. Я думаю, по моему растерянному лицу видно, потому что я в шоке. Это очень красиво. Она двусторонняя, с одной стороны черная, с другой стороны серебряная. И типа этой туши ты можешь делать что-то очень креативное, потому что сначала ты покрываешь свои ресницы черным цветом, а потом добавляешь на них вот этот. Вы знаете, если честно, я не хочу наносить эту блестящую штуку на свои глаза, потому что мне кажется, что достаточно. Я хочу нанести ее на брови и попробовать, насколько это реально. Если это будет нереально, то это реально. Офигеть. Теперь у меня блестящие брови. Вот это жесть. Ну, просто капец. Еще у меня есть помада. То, которую я вам уже показывала в моем бьюти-боксе, потому что некоторым она досталась. Помада, которая идеально подойдет не только как помаду, но чтобы делать себе хайлайтер. Я думаю, что сейчас мне такая помада уже будет с перебором, потому что слишком много блестяшек. Поэтому я хочу воспользоваться просто вот таким вот прозрачным гелем с грейтером внутри. Вы знаете, я хотела эту штуку вам сегодня не показывать, но она у меня все равно есть. И все-таки я ее покажу, потому что после вот этих вот блесток мне тяжело остановиться. Смотрите, что у меня есть здесь тоже еще гели с блестками. Без звездочек, без всего такого. Но просто смотрите, я намажу его сюда. Что сказать? Я думаю, тут нечего говорить. Вы все сами видите. Это охрененная идея для создания макияжа к Новому году, к празднику. Для каких-то интересных образов. Косметика безумно крутая. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте написать в комментарии, какую еще косметику вы бы хотели, чтобы я протестировала. И, конечно же, оцените мой полученный образ от 1 до 10. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Всех люблю и жду в моем инстаграме. Подписывайтесь.